Британская компания Ultima Sports известна своими дорожными суперкарами, стилизованными под прототипы для гонок на выносливость рубежа 80-х-90-х годов. В основу новой модели RS легла металлическая пространственная рама. Внешние панели сделаны стеклопластиковыми. Антикрыло углепластиковое, а за доплату из углепластика можно выполнить и все аэродинамические элементы. Диффузор, сплитер, даже вентиляционные решетки. На выбор предлагают целый выводок двигателей из коробки. Это атмосферные и компрессорные восьмерки GM объемом 6,2 или 7 литров. Соответственно, вариантов мощности тоже множество. Причем предлагают как стандартные версии, так и тюнинговые. Например, демонстрационный образец оснащен двигателем с отдачей 811 лошадиных сил. А за доплату мощность можно довести до 1217. Коробка передач — только шестиступенчатая механика от Порше. Альтернатив нет. 800-сильная версия набирает 96 км в час за 2,3 секунды. А максимальная скорость превышает 400 км в час. Публичный показ Ultima RS запланирован в начале июля на фестивале скорости в Гудвуде. В Госдуме готовится законопроект об упрощении обжалования штрафов. По мнению авторов инициативы, несправедливо, что электронное обжалование сейчас исключено. Однако другие виды административных проступков предполагают такой инструмент. К тому же число камер фото и видеофиксации на дорогах постоянно увеличивается. К слову, депутаты ЛДПР предлагают вовсе запретить частные дорожные камеры, а законными признать только те штрафы, которые фиксируются государственными приборами.